А потом лучевая терапия. Идёшь просто в больницу вниз и туда вниз. Два года назад во время диспансеризации у Юрия Веселова обнаружили рак. Мужчина перенёс 35 сеансов лучевой терапии. Следующим этапом лечения должно было стать лекарство «Омник», которое ему прописал онколог. Вот куча лекарств. Одна коробка была. Но самого нужного средства в коробках нет, как нет его и в аптеке. После инсульта Юрий Александрович с трудом говорит и ходит. Поэтому за препарат борется его жена. А сколько вообще можно ждать, так не скажете? Долго ещё ждать после. Тамара Григорьевна каждый день звонит на горячую линию Минздрава. Но положенного по суцпакету бесплатного лекарства нет. Мы пенсионеры. Я тоже инвалид с эндопротезами. Он инвалид. Каждый раз покупать тоже. Ну и потом, извините, зачем же тогда этот соцпакет? В чём его смысл? Я не понимаю. В аптеке сегодня подтвердили. Проблемы с поставками «Оникса» есть. Препарат ждут 10 человек. Это сложная ситуация, но это связано с тем, что заявки оойдёт. Ну, в небольших количествах. Там около двух годов в месяц заявляет поликлиника. В управлении фармаций нас заверили, что проблема решается. «Оникс» в Казань завезли. Сейчас в ведомстве будут разбираться, почему лекарство так долго не может дойти до тех, кто его ждёт. На нами проведены все торги. Контракты заключены. Препарат есть. Он поступил. В настоящее время препарат отгружается в аптечное учреждение. То есть, когда им можно ждать? Сегодня, завтра. Перебои с бесплатными препаратами случаются часто. Однако, это не повод отказываться от соцпакета, говорят в онкоцентре. Ведь лекарства для больных раком самые дорогие. И зачастую у пациента просто не хватает денег, чтобы оплатить лечение самостоятельно. Лечение очень дорогостоящее. У нас есть схема лечения, когда препарат в месяц стоит до 100 тысяч рублей. И, естественно, никакой соцпакет в денежном его выражении это не покроет. По данным врачей, онкозаболевания у татарстанцев стали находить чаще. Так, в прошлом году рак молочной железы и кишечника нашли у трёх тысяч жителей республики. Маргарита Паснова, Айгуль Незамудинова, Альфред Камилевский, Роман Фенин. Телеканал Эфир.